Добрый вечер! Вы смотрите Вести Чувашия в студии Елена Михайлова. Сегодня в Чувашии, как и по всей стране, прошел основной день голосования по внесению поправок в Конституцию. В республике работали 1162 избирательных участка. Коронавирус внес изменения и в этот процесс. Впервые в стране голосование проходило в многодневном формате. Благодаря этому более половины жителей республики, включенных в список участников голосования, выразили свою гражданскую позицию еще до 1 июля. Это позволило сделать посещение избирательных участков более безопасным. Проголосовать жители Чувашии могли и не выходя из дома. Для этого нужно было заранее оставить заявку на своем избирательном участке. Как это происходило, расскажет Наталья Егорова. Перед тем, как отправиться по домам, члены выездной группы, а в ней один представитель участковой избирательной комиссии и два наблюдателя, проходят санитарную обработку, облачаются в халаты, маски и защитные экраны. Соблюдение всех мер безопасности самое главное. Также берут с собой набор для голосующих, в которых ходят маска, перчатки, дезинфицирующие салфетки и ручка. Жители активно участвуют в голосовании. Для выезда на голосование вне помещения член УИК получает бюллетени и форму заявления для голосования вне помещения. На этом избирательном участке 1357 голосующих. На дому пожелали выразить гражданскую позицию 7 человек. В основном это пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья. Те, кому трудно самостоятельно добраться до участка. Перед тем, как выехать на придомовые участки, то есть голосование вне дома, заранее обзваниваем, уточняем время, когда им удобно будет нас принять, чтобы они в это время были дома. Помимо поправок в конституцию страны, чебоксарцы могли проголосовать за благоустройство городских общественных пространств. Я никогда не остаюсь в стороне, я всегда голосую. Галина Федоровна Яковлева признается, раньше всегда сама ходила на избирательный участок, никогда не пропускала голосование. Сейчас это делать уже тяжело по состоянию здоровья, поэтому она и вызвала комиссию на дом. Сделала она это за несколько дней до 1 июля, позвонила на участок. Я патриотка, была кандидатом в партию, пионерка, отличница, комсомолка. И сейчас старость, надо быть ответственным. Голосование по поправкам в конституцию проходило с 25 июня. Горожане также могли отдать свой голос и на мобильных участках, развернутых возле домов. Наталья Егорова, Владимир Сендеев, Вести Чувашия. В политическую борьбу за кресло главы Чувашия сегодня включился еще один кандидат, депутат Государственного совета республики Константин Степанов. Кандидатуру руководителя фракции ЛДПР в Чувашском парламенте одобрил Высший совет партии. Единогласно поддержали и коллеги на региональной конференции. Членом ЛДПР Константин Степанов является уже 11 лет, был депутатом Чебоксарского городского собрания, а с 2017 года избран в Госсовет Чувашии. Документы от меня, как от кандидата, были приняты, они будут рассмотрены. Я очень надеюсь, что там никаких недочетов и ошибок выявлено не будет, потому что скрывать нам нечего. Все наши доходы, расходы, все это записано, много раз проверено, потому как являемся не первый год уже депутатами Государственного совета, других органов. Поэтому, думаю, проблем не возникнет, и уже в ближайшее время мы получим разрешение на открытие избирательного счета. Напомним, что выборы назначены на 13 сентября. Первым документы в качестве самовыдвиженца подал действующий руководитель региона Олег Николаев. Затем Юрий Шакеев, тоже самовыдвижение. Патриоты России выдвинули Сергея Матвеева, а российская партия пенсионеров Николая Степанова. Также документы в ЦИК подали самовыдвиженцы Николай Коклейкин и Андрей Ильдименов и представитель КПРФ Александр Андреев. Накануне кандидаты на должность главы Чувашии встретились в общественной палате, говорили о задачах, решения которых намерены отразить в своих предвыборных программах и о правилах ведения избирательной борьбы. Предвыборная кампания, как никогда, обещает быть конкурентной. Как отметили на встрече, основными правилами ее проведения должны стать равенство всех участников перед законом, уважение друг к другу и избирателям. Мы должны продумать и систему корректного регулирования возможностей конфликтов. Нужно помнить, после выборов нам всем предстоит жить и работать в одной республике. История выборов не должна становиться препятствием для нашей дальнейшей работы. Общественная палата готова приложить все необходимые усилия, мобилизовать все свои ресурсы, чтобы содействовать этому. В Центр избиркомич у Вашей подчеркивают гарантированное равное, беспристрастное отношение ко всем кандидатам и их обращениям. Каждый из них может направить состав комиссии своих представителей. Я уверен, что предстоящая кампания у нас будет во всех отношениях правильная. Те замечания, которые были к избирательным кампаниям предыдущих лет, мы принимаем. Нам надо совершенствоваться, надо развиваться. И очень важно общаться друг с другом, слушать друг друга и самое главное слышать друг друга. По инициативе Олега Николаева была организована новая для Чуваши процедура прохождения кандидатами муниципального фильтра. На этом этапе кандидат должен заручиться поддержкой определенного количества муниципальных депутатов. Для этого в районах организуют встречи претендентов на пост главы республики с местными народными избранниками. Кандидаты смогут на равных условиях рассказать о себе, представить свою программу и ответить на вопросы. Такой механизм работы позволит застраховать депутатов от давления и даст им возможность свободно поддержать любого кандидата. Со своей стороны беру на себя слово, конечно же, выдерживать все эти стандарты. Ну и прошу всех именно таким образом действовать, чтобы уважать друг друга, уважать себя. Первые встречи кандидатов с муниципальными депутатами состоятся уже 3 июля в Алатаре и Борецком районе. Напомню, что до 24 июля самовыдвиженцам необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Это можно будет сделать не только традиционным способом, но и в электронном формате. Чувашия участвует в эксперименте по сбору подписей через портал госуслуги. Анна Давыдова, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия. После прогноза погоды расскажем, вырастет ли в республике тариф на вывоз мусора, а также как спортсмены Чувашии возобновляют тренировки после открытия стадионов. Оставайтесь с нами. Основное направление клиники Дентомед – это имплантация. Мы решаем самые сложные клинические ситуации в области имплантации и протезирования зубов. Богатый опыт, современное оборудование. Наша гордость достижения в области профилактики переимплантитов. Врачи экспертного уровня ждут вас. Прогноз погоды на четверг в студии Александра Осипова, партнер программы «Клиника доктора Шумакова». 2 июля днем в Чувашии облачно с прояснениями. В Чебоксарах пасмурно, в Алатаре, Шумерле и Ядрине небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду. Температура у воздуха 25-27 градусов выше нуля. В Чебоксарах 25. Атмосферное давление пониже на 747 миллиметров. Отоплая столба, влажность воздуха до 51 процента. В поговорке есть смысл, в пословице есть толк, утверждает алтайская мудрость. Следите за погодой, берегите здоровье. Клиника доктора Шумакова. Все для лечения вашего позвоночника. Чуткие и умелые руки профессионалов. Сухое и подводное вытяжение позвоночника. Летняя скидка на все виды лечения 10%. Телефон 41-10-10. Продолжаем выпуск. В стране сегодняшнего дня повышаются тарифы на услуги ЖКХ. В Чувашии плата за коммуналку вырастет в среднем на 3,6%. В свою очередь, руководитель региона Олег Николаев предлагает заморозить тарифы на вывоз мусора и оставить их на прежнем уровне. Напомню, в первом полугодии плата за услугу по обращению с отходами на одного городского жителя составляла 63,15 рубля. На жителя села 47,56 рубля. С июля тарифы должны были подрасти. Изменение цен было заложено решением прошлого кабинета министров республики, объяснили в Доме правительства. В итоге с этого месяца за вывоз мусора с городского населения брали бы почти на 13 рублей больше. С проживающих в сельской местности на 10. Но Олег Николаев посчитал, что такое повышение в середине года, когда сложилась достаточно сложная обстановка для людей, в том числе и из-за коронавируса, недопустимо и предложил индексацию тарифов заморозить минимум на полгода. Сейчас правительство Чувашии ведет переговоры по этому поводу с региональным оператором МВК «Экоцентр». Мы практически нашли варианты решения для того, чтобы не повысить тариф, чтобы тарифы остались на том же уровне для населения. Я убежден, что в ближайшие 1-2 дня мы соответствующее юридическое решение найдем. И люди будут платить такую же цену, как и платили до этого. В правительстве Чувашии также рассчитывают, что смогут и в последующем удерживать тарифы на вывоз мусора в разумных пределах. Сдерживающим фактором роста цен должен стать раздельный сбор отходов и последующая их переработка. Один из проектов, который позволит это сделать, это «Экотехнопарк». Соответственно, с расширением количества сортируемых отходов. Соответственно, снижение будет происходить за счет меньшего захоронения и уже переработки. Мы готовы стартовать уже по отдельным площадкам. В этом году с последующим уже развитием по мере готовности самой основной площадки «Экотехнопарка» это, по нашим оценкам, где-то 2021-2022 год. Сохранить безупречную кредитную историю республики, работать над новыми инвестпроектами и привлечением в регион денег, а также продумать, каким образом поддержать рублем муниципалитеты, чтобы они и сами реализовывали перспективные проекты. Руководитель Минфина Чуваши рассказал правительству, по какому сценарию ведомство будет работать в ближайшие пять лет. В ближайшую пятилетку Министерство финансов, по словам его руководителя, будет придерживаться привычного курса, но слегка его подкорректируют. То есть в приоритете развития бюджетной, налоговой политики, усиления государственного финансового контроля и межбюджетных отношений. Ведомстве все так же будут работать над сбалансированностью бюджетов. Без этого достичь стратегических целей социально-экономического развития региона проблематично. По мнению экспертов Международного центра развития регионов, сегодня основной проблемой для районов остается их слабая бюджетная обеспеченность, из-за чего они и не могут решить вопросы местного значения. По словам руководителя Минфина Михаила Моздрякова, 32% муниципалитетов и поселений не покрывают собственные доходы и расходы на содержание. Ситуацию намерено в корне переломить. Мы считаем, что первым шагом надо сделать это еще раз проинвентаризировать и проанализировать полномочия, которые сегодня предоставлены поселениям, муниципалитетам. В рамках межбюджетных отношений и расчета дотации на выравнивание, соответственно, учесть и ключевая стратегическая задача повышать финансовую обеспеченность поселений. Михаил Геннадьевич, как Вы смотрите на то, чтобы создать правительственную комиссию по инвентаризации полномочий муниципалитетов и по их финансовому обеспечению, чтобы Вы его возглавили, эту правительственную комиссию, и до конца года такую работу провести? Учетом Вашего поручения готов этот процесс возглавить. Также в ведомстве намерены вплотную заняться вопросом реструктуризации бюджетных кредитов, выданных федеральным центром, и направить высвобожденные средства, а это больше 4 миллиардов рублей, на реализацию приоритетных инвестпроектов. В этот процесс, по мнению руководителя региона, обязательно должны включиться все курирующие ведомства. Выслушав доклад, Михаил Ноздряков в Рио главы Чуваши отметил, когда у министерств есть четко сформированные программы, по которым предстоит работать, их деятельность не кажется размытой. По итогам совещания у Олега Николаева появилась мысль, разложить по полочкам стоит не только направление деятельности, проанализировать нужно и структуру каждого министерства, а эффективна ли она. Критически посмотреть структуру каждого министерства, в том числе с точки зрения наличия штатной численности. Не осталось ли у нас момента дублирования функций? То есть пересечения, понятно, они важны, а вот дублирования, если таковые еще остались, их надо убирать. Потому что это как раз слабые места, когда ответственность размывается, и в итоге эффективность теряется. Аналогичную инвентаризацию, по совету Олега Николаева, у себя на местах должны провести и муниципалитеты. Ведь от того, насколько грамотно расходуется бюджетный рубль, напрямую зависит качество жизни простых людей. Евгения Синовьева, Игорь Ульянов, Весич Уваша. Большой спорт возвращается к привычному режиму тренировок. Своей двери вновь открыли стадионы. Можно заниматься и на уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, но по-прежнему соблюдая все меры предосторожности. Вместе со спортсменами на первую тренировку вышла и наша съемочная группа. Режим самоизоляции стал серьезным испытанием для всех россиян, и чтобы оставаться в форме, многие активно занимались дома. Сложнее было профессиональным спортсменам. Тренироваться в домашних условиях им было непросто, рассказывает Екатерина Ишова, победительница и призер чемпионатов России. Однако со всеми сложностями удалось справиться. Я бы не сказала, что это приятная ситуация, этот ковид, но справились. Я думаю, спортсмены ответственные люди, занимались дома самостоятельно. Можно было тренироваться на улице, в парке. И этого было достаточно. И хорошо, что открыли сегодня стадион, где уже можно полноценно начинать работать. Гораздо сложнее пришлось тем, кто специализируется на прыжках в длину и высоту, толкании ядра и других дисциплинах, где полноценные тренировки возможны только в условиях стадиона. Как признаются спортсмены, техническая часть у них пострадала. И сейчас каждый прикладывает максимум усилий для того, чтобы в сентябре на чемпионате России по легкой атлетике, который в этом году вновь пройдет в Чебоксарах, показать достойный результат. Стадион Олимпийский будет работать без выходных. Уже составлен специальный график тренировок, который не допустит большого скопления спортсменов. Тут собрались лучшие спортсмены нашей республики. И соблюдая режим самоизоляции, они под руководством своих тренеров, наставников проводят уже первые тренировки. Я вижу, у них глаза горят. На открытом воздухе разрешены индивидуальные занятия физической культуры и спортом. Ограничения пока сохраняются для групповых тренировок. По-прежнему еще закрыты для посещения фитнес-центра, спортзалы и бассейны. Дарья Паскарюк, Владимир Синдеев, Вести, Чувашия. Таковы вести на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.